В центре внимания казахстанцев судьба единственной оставшейся в живых пассажирке самолета Ан-2. Этой ночью Асим Шаяхметову доставили в Астану. Теперь за ее жизнь борются столичные медики. Состояние пациентки оценивается как стабильно тяжелое. Ей предстоит перенести три сложные операции. До транспортировки было произведено наложение аппарата внешней фиксации на левое бедро и обе голени. Сегодня была произведена операция вторичной хирургической обработки рам левого бедра и правой голени. После стабилизации общего состояния проведем окончательный малоинвазивный остеосинтез с блокирующими стержнями и винтами. И потом в дальнейшем пациентку будем активизировать. Все сейчас зависит от общего состояния. То, что Асим Шаяхметова осталась жива после такой авиакатастрофы, медики назвали чудом. В их практике это первый подобный случай. По прогнозам врачей, пациентка встанет на ноги не раньше, чем через три недели, а окончательное выздоровление может занять еще год. Между тем, в авиакомпании, которой принадлежал потерпевший крушение самолет, сообщили, что в Ан-2 черных ящиков не предусмотрено. Имелся прибор-барограф, который пишет полетные характеристики. Специалисты сейчас заняты его поисками, чтобы установить причины катастрофы. Пока комиссия придерживается версии о неблагоприятных погодных условиях. Самолет Ан-2 с сотрудниками компании «Казахмыс» на борту потерпел крушение в минувший вторник в районе рудника Шатырколь Жамбулской области. Шесть человек погибли.